Музыкальная группа «Перевал» из Луганска провела в Саратове благотворительный концерт, посвященный помощи инвалидам и участникам боевых действий. На мероприятии прозвучали авторские песни о нелегкой судьбе солдата. По словам исполнителя, организатором акции стала Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство». В организацию обращаются те, которые ребята, допустим, инвалиды войны, первая, вторая чеченская компания, ветераны Афганистана. Они как бы обращаются, и человек, если обратился, он действительно там был, и то видел, и воевал, и просто проливал. Из-за того, что сотрудники полиции не были своевременно поставлены в известность о проведении акции, выступление задержалось. Однако еще до начала мероприятия мужчины в военной форме и плакаты с надписями призыва «Не дадим себя забыть» привлекли внимание неравнодушных граждан. Да, да, и сейчас. 50 рублей больше не могу ехать, потому что пенсия нет. Изначально исполнители песен не упомянули, откуда они родом, а лишь отметили, что являются участниками боевых действий в Афганистане. Позже председатель Саратовской региональной организации инвалиды войны Борис Хотов сообщил, что музыканты – гости из Украины. Боевое братство – не единственная организация, оказывающая помощь инвалидам. Однако некоторые ставят под сомнение существование подобных структур. Организация эта не может представлять интересы ветеранов и военной службы по определению. Это люди, которые во всем поддерживают политику «Единой России». В частности, председатель этой организации федерального масштаба господин Клинцевич лично сам поддержал законодательную инициативу, которая привела к тому, что военные пенсионеры на сегодняшний день получают лишь 50, если не ошибаюсь, вернее, да, 54% от той пенсии, которую они заработали. Несмотря на государственные программы поддержки инвалидов и участников боевых действий, остается очевидным, что бывшие военнослужащие нуждаются в помощи не самых состоятельных горожан. Валерия Павелко, Матвей Фляжников, Открытый канал, информационное агентство «Свободные новости».